всем привет это тип топ тв я марина или снова со мной а я с вами сегодня мы с вами приготовим очень вкусные песочные печенья самое главное они будут эффектными и украсит ваш стол в течение и новогодних праздников и рождественских и на старый новый год их можно выпекать да и вообще зимой для поднятия настроения к любому чаепитию если вас интересует этот рецепт оставайтесь со мной еще несколько минут не переключайтесь а самое главное мы с вами будем испытывать использовать вот эти формы металлические из фикс прайса это формочки для печенья снежное кружево были еще форме снежинки из них я делала вот такая форма но только в нескольких диаметрах из них я сделала новогоднюю елочку тоже можете посмотреть моё видео ссылку оставлю внизу в инфобоксе также полный список ингредиентов к этим печеньем которые мы с вами приготовим вы найдете внизу опять же в описании к этому видео все как обычно 100 грамм сливочного масла разотрем со 100 граммами сахара добавим одно яйцо щепотку соли немножко ванильного сахара или ванилина и постепенно будем добавлять полтора или два стакана муки раньше я использовала мешок силиконовый для замешивания теста это очень удобно но последнее время поскольку много приходится готовить пользуюсь и комбайном тоже в общем когда в мешке когда в комбайне это это удобно самое главное что песочное тесто нужно быстро очень замесить пока масло совсем не растаяло сейчас я буду использовать насадку у бобровый хвост комбайн перемешал все тесто в крошку крошку мы скатываем шар и убираем в пакет тщательно закрываем пакет и убираем в холодильник на 15-30 минут не меньше достаем тесто из холодильника раскатываем и конечно же я помыла формочки будем вырезать кстати эти формочки еще удобно тем что с одной стороны у них острый край а с другой стороны вот с подворотом то есть чтобы не обрезать пальцы и выкладываем сразу на силиконовый коврик на противень отправляем эту красоту выпекаться в предварительно нагретую духовку на 200 градусов приблизительно на 10-15 минут для украшения печенье приготовим сахарную глазурь нам понадобится один белок взобьем белок до стойких пиков и постепенно будем вмешивать сахарную пудру можно не просеивать доведем глазурь до нужной консистенции и немножечко буквально вот столько отложим мешочек в один пакет я добавлю синий краситель пищевой а во второй пакетик добавлю зеленый пищевой краситель действовать нужно быстро потому что глазурь засыхает тоже очень быстро а и и и и и и и а и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...